Вашему вниманию предлагается видеокурс конструктора отчетов. Конструктор отчетов прогноз платформ предоставляет возможности формирования регламентированных отчетов любой степени сложности с использованием текстового, гипертекстового и табличного представления деловой графики и картограмм. Отчеты доступны в двух режимах – конструирования и просмотра. Итак, что же представляет собой отчет? Отчет содержит набор листов с данными и элементами управления. Сейчас перед нами открыт готовый отчет в режиме просмотра. Данный отчет состоит из пяти листов. На листах отображаются данные в виде таблиц, диаграмм и карт. Пользователю доступен элемент управления, позволяющий изменять страну, для которой отображаются значения показателей. Если изменить страну в элементе управления, все страницы отчета перестроятся и отобразят новые данные, не изменив структуру. Кроме того, на одном из листов пользователю доступен еще один элемент управления, позволяющий изменить отчетную дату для карты. Создадим новый регламентный отчет. Для этого в Windows-приложении Прогноз Платформ воспользуемся соответствующей кнопкой ленты инструментов. Для увеличения рабочего пространства скроем боковую панель. С регламентным отчетом можно работать так же, как с таблицами Microsoft Excel. Кроме того, регламентный отчет может получать данные из различных источников репозитория Прогноз Платформ. В качестве таких источников данных могут выступать таблицы и представления, запросы, многомерные кубы и базы данных временных рядов, а также экспресс-отчеты. Выберем в качестве источника данных куб. Добавим к отчету срез данных и перенесем его на лист отчета. При этом на листе будет размещена область данных, отображающая сохраненное представление данных куба. Настроим срез так, чтобы в области данных по строкам отображались страны, а по столбцам показатели. Для того, чтобы данные отобразились в отчете, необходимо его обновить. Будем рассматривать только страны большой шестерки. Чтобы не отмечать каждую из стран отдельно, можно воспользоваться схемой отметки, настроенной для данного справочника. Отметим также интересующие нас показатели и отчетную дату. После обновления в таблице отобразятся данные. Переименуем созданный срез и назовем его «Таблица». Настроим отчет на автоматическое обновление, чтобы все изменения сразу отображались на листах отчета. Оформим полученную таблицу. Зададим ей цветовой стиль отображения, а также настроим отображение данных и заголовков. Настроим ширину столбцов и высоту строк, чтобы таблица полностью вмещалась на экран. Разместим на таблице заголовок и оформим его. Отобразим отчетную дату, воспользовавшись отмеченным значением в разрезе календарного справочника. Для этого через меню «Формулы» найдем функцию, получающую отмеченный элемент разреза. Укажем необходимые параметры. Теперь добавим пояснение, что в этой ячейке находится отчетная дата. Настроим формат шрифта для подзаголовка. Изменим название листа отчета «Экономические индексы» и добавим к отчету еще два листа. На первом из них разместим еще одну таблицу, на этот раз со статистикой импорта-экспорта. На втором же листе у нас будет диаграмма. Для размещения в отчете другой таблицы с данными добавим новый срез. Сделаем это, скопировав структуру существующего среза. Зададим ему наименование и перенесем срез на второй лист отчета. В этой таблице будут показатели импорта-экспорта по тем же странам и на ту же дату, что и в первой таблице. Чтобы даты и страны совпадали, воспользуемся механизмом синхронизации отметки в срезах. Выберем необходимые нам показатели. Оформим второй лист так же, как и предыдущий. Отобразим данные импорта-экспорта на диаграмме. Диаграмму можно построить на данных среза, либо на данных листа. В нашем примере данные будут браться с предыдущего листа. Выделим на нем данные для построения. Увеличим диаграмму. Название диаграммы целиком скопируем с предыдущего листа. Отсортируем данные в исходной таблице. Расположим страны в порядке убывания объема импорта. В результате диаграмма стала более наглядной и информативной. Теперь оформим диаграмму. Уменьшим зазоры между рядами и настроим перекрытие. Для того, чтобы можно было легко перейти от таблицы к диаграмме, воспользуемся гиперссылками. Настроим гиперссылку на листе «Импорт-экспорт» на переход к листу с диаграммой. Скроем гиперссылку от печати, так как ее функциональность ограничивается электронной версией отчета. Аналогично настроим гиперссылку для перехода от диаграммы к таблице. В отчете можно располагать элементы управления, чтобы пользователь в режиме просмотра отчета имел возможность выбирать данные для отображения. Добавим элемент управления, с помощью которого мы сможем переключать отчетную дату. Отображение элемента управления можно настроить как для всех листов отчета, так и для некоторых из них. Настроим элемент управления так, чтобы он был виден на всех листах. Теперь можно управлять датой отчета, находясь на любом листе. Итак, мы создали отчет, содержащий информацию по социально-экономическим показателям стран большой шестерки. Сохраним созданный отчет и назовем его соответствующим образом. Настроим отчет для печати. Для этого перейдем в страничный режим отображения. Каждый из листов отчета можно настроить индивидуально. Переключим ориентацию листов на альбомную. Сделаем диаграмму на листе максимально большой. Откроем отчет в режиме предварительного просмотра. Просмотрим все листы. Отчет почти готов, осталось лишь добавить к нему колон-титулы. В верхнем колон-титуле поместим логотип. Так как логотип очень большой, уменьшим его размеры, сохраняя пропорции. В правой части верхнего колон-титула поместим название отчета. В нижнем колон-титуле поместим номера страниц. Сделаем аналогичные настройки для всех листов. Снова откроем отчет для предварительного просмотра и посмотрим, как теперь будет выглядеть отчет при печати. Остались заключительные штрихи. Уберем с листов отчета уже ненужные сейчас элементы. Заголовки строк и столбцов, сетку и строку формул. Отчет готов к печати. Сохраним его. Средствами конструктора отчета его можно также экспортировать в различные форматы. Например, сохраним отчет в формате PDF. Можно сохранить как весь отчет целиком, так и выбрать листы, которые нужно экспортировать. Экспортируем весь отчет целиком. Откроем сохраненный файл. Как видим, отчет в PDF выглядит так же, как и в конструкторе отчетов. Теперь посмотрим, как отчет, созданный нами, будет выглядеть при просмотре через веб-приложение прогноз платформ. Конструктор отчетов веб-приложения позволяет пользователям открывать регламентные отчеты в режиме просмотра и предоставляет им возможность экспорта и печати. В веб-приложении, как и в настольном приложении, доступны элементы управления, которые позволяют изменять отображение данных на листах отчета. Итак, мы создали интерактивный отчет, позволяющий анализировать социально-экономические показатели стран большой шестерки. Регламентный отчет может быть просмотрен как в настольном, так и в веб-приложении. Также отчет может быть экспортирован во внешние форматы. Данный отчет также можно опубликовать на корпоративном портале или в социальной сети для обсуждения. На этом видеокурс конструктора отчетов закончен. Спасибо за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова